Об итогах совещания говорить сейчас рано. Мы приехали с вполне конкретными предложениями. Первое. Мы считаем, что все ресурсоснабжающие организации должны консолидировать свои усилия, во-первых, и выступить совместным фронтом для того, чтобы решить эту наболевшую, сформировавшуюся за много лет проблему. Второе. Понимая, что сегодня идет подготовка к осенне-зимнему периоду, и что заложниками этой ситуации могут стать жители, мы пришли с предложением профинансировать часть работ ресурсоснабжающих организаций, предоставив беспроцентный заим, с тем, чтобы не ставить под угрозу подготовку к зиме, так, чтобы жители не пострадали. Мы должны перевести этот спор в плоскость судебной, в плоскость спора хозяйственных субъектов, но ни в коем случае не ставить под угрозу теплоснабжения жителей. Сибирская генерирующая компания готова доставить беспроцентные займы? Да. Мы на те юридические лица, на те компании, которые сегодня у нас обладают возможностью привлекать средства сами, могут предоставить займы ресурсоснабжающим организациям. К сожалению, наша собственная красноярская теплотранспортная компания находится в тяжелом финансовом положении, и без помощи сельсеринских компаний она бы баланс ввести бы не могла. То есть это кредитные средства? Ну, конечно. А как администрация города? Многие предложения, которые я сегодня приехал, со многими предложениями администрация города согласна. Им хотелось бы, может быть, видеть ситуацию более предсказуемой, но это уже не в наших силах, это скорее в силах жилфонда. Самое простое, с моей точки зрения, что можно сейчас сделать, если жилфонд согласится на ведение внешнего управления, внешнего наблюдения даже, то это позволит все наши претензии, которые накопились, прекратить, наложить на них мораторий и возобновить все текущие платежи. И тогда никакой угрозы ни для кого не будет создано. А когда вот будет какая-то вторая стадия переговора? Я думаю, что это будет продолжаться на достаточно долгое время. В частности, сегодня в 5 будет повторение совещания уже у мэра с ресурсоснабжающими организациями. Я думаю, что многие предложения, которые сегодня сделаны, они требуют еще осмысления. И людям нужно с этим, как говорится, немножко пожить. Спасибо.